В день, когда проходил автоквест, по всему городу можно было увидеть разукрашенные автомобили. Участникам автоквеста предстоит пройти 7 этапов с заданиями, но прежде чем на них попасть, нужно отгадать ребусы, что мы, собственно, сейчас с нашим водителем Александром и делаем. Итак, город-курорт в Турции. Анталия. Точно, это кафе Анталия, едем туда. У кафе Анталии и столовой СССР во втором микрорайоне развернулась целая поисковая экспедиция. На первый взгляд, эти девушки как будто что-то потеряли и вместе ищут, но на самом деле это не так. Задача найти деревянную дощечку, то есть в этом участке. Она может быть закопана, то есть на глубине такой. Когда они приносят, я им ставлю там цифру и говорю буквы. Больше всего этот конкурс понравился экипажу Клеопатра. Сотрудницы управления архитектуры и градостроительства с азартом искали таинственную дощечку. Очень интересно, ну почти. Вот все ребусы отгадали, кроме одного. Не можем понять одно слово, но это сейчас еще дело техники. После выполнения каждого задания участники получали буквы, из которых они должны были составить слово. Кроме семи основных заданий участники выполняли и дополнительные. То есть в виде смс-оповещения они получают, все мобильно и выполняют задания. Стоит отметить и тот факт, что перед началом соревнований с сотрудниками госавтоинспекции был проведен инструктаж по соблюдению правил дорожного движения. Также у водительского состава, который будет участвовать в данном мероприятии, были проверены документы, все необходимые правилами дорожного движения. То есть водительское удостоверение, свидетельство о регистрации на транспортное средство и обязательно, конечно же, страховка. Провели инструктаж для участников автоквеста и перед сплавом. Им предстояло переплыть на катамаране на другой берег. Гребли четыре человека. Катамаран – самое безопасное плавсредство, которое существует. Что, никто не перевернулся? Нет, конечно. Катамаран перевернуть очень сложно, только на водопаде на каком-то. Гребли предполагают физическую силу. Некоторым пришлось тяжело. Участник команды «Стиляги» делится впечатлениями. Мы туда переезжаем, там дополнительное маленькое задание. Мы ловили бабочек, 10 раз прыгали командно на раз-два. Там поприседали и обратно опять нагружаем руки. Там ноги, здесь руки. В итоге все живые и здоровые собрались на стеле памяти. Автоквест длился 4 часа. В упорной борьбе третье место заняла команда «Бегемотик». Второе у команды «Ромашка». Призеров награждал первый заместитель главы города Сергей Миранчук. Победитель наших сегодняшних соревнований – экипаж. Какой? Не слышал. Ну, погоди! Дмитрий Самойенко, Максим Латкев. Новости Губкинского.